День предпринимателя День предпринимателя День легко ли быть предпринимателем? Вы знаете, предпринимателем во все времена быть непросто В силу разных причин Одна, на мой взгляд, из основных Это низкий покупательный спрос Низкая покупательная способность населения Это, соответственно, снижение всех экономических показателей у предпринимателей И пока что мы не видим, чтобы тенденция поменялась Мы видим, в общем-то, что такая ситуация продолжается И насколько она продлится долго Еще особенно с сегодняшнего времени В том, что вот этот кризис санкционный, он или не санкционный Несколько затянулся Хотя находятся предприниматели, которые в условиях санкции Находят ниши, находят новые точки приложения сил И честь им и хвала Ну вот по официальным данным, цифра 50 тысяч 48, да, около 50 тысяч предпринимателей в крае На ваш взгляд, насколько экономически активных? Насколько действительно подтверждают свое дело? Ну, вот смотрите, действительно 50 тысяч Помимо 50 тысяч, это же надо сказать, что Это семьи предпринимателей Это трудовые коллективы Которые в общей сложности Это действительно достаточно большое число Людей, вовлеченных в той или иной степени В предпринимательскую деятельность Я бы хотел сказать о несколько другой цифре Вот специально перед нашей с вами встречей Поднял данные по прошлому году И, значит, мы увидели о том, что В прошлом году открылось 15 тысяч Порядка 15 тысяч новых Субъектов предпринимательской деятельности А закрылось 17 200, 17 300 То есть мы видим все-таки Отрицательную тенденцию По количеству людей, которые занимаются Бизнесом Ну, вот с чем связано? Тут самый потребительский спрос Это настораживает Здесь, наверное, проблема Многообразна То, что малый и средний бизнес Сегодня находится еще Под давлением со стороны Крупных федеральных сетей То есть у нас открывающийся один Мощный какой-нибудь ритейлер Приводит к закрытию ряда Маленьких магазинов Маленьких торговых точек И вот это вот укропнение Экспансия федеральных сетей Экспансия крупного бизнеса Она тоже оказывает давление На малый и средний бизнес Особенно вот в сфере производства В сфере торговли Поэтому тенденция такая Не очень обнадеживающая Вот какие-то точки, на ваш взгляд Какие наиболее выгодные сферы Для развития сейчас? Ну, если я бы не хотел говорить О конкретных сферах деятельности Потому что они многообразны Этой сферы услуг Может быть и общепиты, торговли И так далее Я бы остановился на Фундаментальных вопросах Которые сдерживают развитие Это, в первую очередь Неопределенное законодательство У нас, к сожалению, каждый месяц Какие-то новые подзаконные акты Новые регулирующие, так скажем Законы, регулирующие деятельность предпринимателей Это все оптимизма и стабильности не добавляет Ну, далее, наверное, налоговая нагрузка По крайней мере, по определенным опросам Налоговая нагрузка Одна из определяющих вещей Мешающих развиваться динамично бизнесу И здесь зачастую, так скажем Контролирующие органы власти В определенном смысле лукавят Потому что, допустим, к налоговой нагрузке Не относятся арендная плата на землю Там затраты на платон На обслуживание контрольно-кассовой техники На Меркурий и так далее Не относятся акцизы Не относятся Элементарный вопрос Банковское обслуживание Сегодня банки, так скажем Уже давно не помощники Субъекты предпринимательской деятельности Которых интересует тоже прибыль Тоже нужно накормить Вот И все это в совокупности Налоговая и неналоговая нагрузка Они достаточно высокие Юрий Александрович Сейчас активно по всей стране И Барнаул, в частности, коснулась Волна закрытия торговых центров Безусловно, это ощутили на себе Малый бизнес, предприниматели Можно ли сейчас оценить Ущерб, потери Вот какова ситуация, так скажем Изнутри, на ваш взгляд Вы знаете, здесь очень такой вопрос Очень сложный Во всех отношениях И в экономических И в моральных И в этических То есть, да, действительно После кемеровской трагедии Вопрос безопасности граждан Выходит на первый план Значит Но у нас, к сожалению Всегда вот Подобные трагедии Сопровождаются Последующими Компаниями Вот На мой взгляд Вопрос безопасности Вопрос пожарной безопасности Он должен был Находиться в приоритете Постоянно С момента Строительства Объекта И с момента Ввода его В эксплуатацию В результате мы видим Сегодня, что Где-то кто-то Не доработал Наверное Есть вина Владельцев Торговых центров Есть Вина Значит Государственной службы Архитектурно-строительного надзора Пожарного Пожарного в том числе Надзора Но заложником Этой ситуации И Страдающей стороной Является Малый и средний Предприниматель А их сотни В крупных торговых центрах Для которых Порой Это Ихняя деятельность Это единственный Источник Существования Там Собственного содержания Заработка И так далее И в этом Конечно Болезненность Можно ли было Это предотвратить Наверняка То есть Системная работа Системным подходом Можно было Все вопросы Закрыть заранее Я думаю Что и сегодня Может быть Закрытие Торговых центров Некая крайняя мера Мы к сожалению Не знаем Уровень нарушений Они вот остаются В сфере отношений Собственника И Пожарной инспекции Пожарного отзора МЧС Но Не думаю Что Все так было плохо И Нельзя было Ограничиться Некими предупредительными Системными мерами Предупреждениями Выживут ли предприниматели Ну всегда выживали И сейчас я думаю Справимся Отличительная способность Предпринимателя Это его Оптимист Его энергия Его Умение Находить выход Из сложных ситуаций Вот сейчас я думаю Нас смотрят в том числе И молодые Успешные Начинающие предприниматели Или у которых Только какая-то Бизнес-идея зародилась На ваш взгляд Успех В чем Быстрого старта Вот какие-то Азы То что вы уже прошли Из опыта Вы знаете Быстрый старт Это достаточно редкое явление То есть Надо действительно найти Точку приложения сил Та которая там вот Выстрелит Выстрелит Во главе угла Для начала предпринимательской деятельности Всегда стоит бизнес-идея То есть Если бизнес-идея Продуктивна Если она Востребована Обществом Потребителями Гражданами Если к ней приложить Соответствующие усилия Трудолюбия Значит Определенные знания Если Этим Это сопроводить Еще и наличием Финансовых ресурсов Чего к сожалению Не всегда У молодых Особенно есть То успех Практически Обеспечен Все на самом деле В наших руках В наших Головах В нашей энергетике Но Точка приложения сил Должна быть просчитана То есть Вот эта бизнес-идея Должна быть просчитана Где-то Вот мы помогаем Там у нас есть Сообщество молодых предпринимателей С которыми Контактируем И подсказываем Насколько это Эффективно Насколько это Но мы тоже Не гуру Не всегда гуру И можем ошибаться Поэтому Дерзать Надо дерзать У нас осталась буквально Минута На ваше заключительное Так скажем Слово поздравления В честь дня предпринимателя Молодым И опытным Сотрудникам Да Я с удовольствием Хотел бы поздравить Всех предпринимателей Вне зависимости От пола Возраста Сферы деятельности С наступающим И наступившим Днем Российского предпринимателя Пожелать В первую очередь Здоровья Успехов Новых свершений Пожелать Благополучия Семьям Процветания Коллективам Чтобы Планы Которые Вы Выстраивали На этот год На следующий Осуществились У вас хватило На это сил Здоровья И В хорошем смысле Напора Ну а я в свою очередь Вам пожелаю успеха И как можно Меньше потрясений Спасибо за то Что вы нашли время Прийти к нам в студию Спасибо Это была программа Наше время Мы сегодня говорили С руководителем Союза предпринимателей Алтайского края Юрием Фрицем До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Субтитров А.Семкин